Мы показываем работы этого художника впервые в нашем музее. Этому знакомству все наши сотрудники, наши гости оказались очень-очень рады, потому что Анатолий Викторович художник, который, невзирая на моду, невзирая на возможность заработать какие-то большие деньги живописью, он остался приверженцем старой русской реалистической школы. На самом деле, работы художника впервые выставляются не только в Большевиземском музее, но и в России вообще. До этого лишь в 1992 году его персональная выставка состоялась в Брюсселе, да в 1997-м случилось участие в двух коллективных – во Франкфурте-на-Майне, да в Московском ЦДХ. 20 лет в творчестве, учитывая лихие 90-е, с их шальным интересом к русским художникам, дали многое, в том числе и на долго, и деньги. Потом пришли осознания суетности, желания уединения, переезд из шумной Москвы в Тихое Ершово и создание серьезных произведений. В России немало художников, которые за это время написали бы работ под 200. Нынешняя выставка представляет 36 полотен, но зато каких. То, что мы видим здесь, это вот старый город, в который мы имеем возможность попасть благодаря вот такому необыкновенному таланту художника, изображать знакомые нам места, те места, в которых мы бываем, но показывать их такими, какими они были и 100, и 200, и вот даже 700 лет назад, как, например, вот это самое большое полотно. Эту работу пришлось вносить через окно, за что большое спасибо сотрудникам музея, организовавшим выставку. Ведь история Звениграда осмысленная современным художником, художником думающим, изучающим тему, историю и ее личности – редкость. Вот и полотно гораздо рожа представляет вид открывшейся монаху Сави, ищущему место для будущего монастыря. Вообще, как у многих великих, вдохновленных русским барбизоном, у Белоконного немало работ, посвященных Звениграду, вернее его прошлому. Эти виды еще узнаваемы, хотя в жизни уже изменены. Прошлое верного старой реалистической живописи выпускника Московского училища памяти 1905 года живо интересует. А решение творческих задач таково, что в эти картины, будь то праздничная Красная площадь или перенесение мощи преподобного Серафима Саровского, хочется войти и ощутить, потрогать, осизать эту старину, не сказочную, но историческую. Впрочем, есть у Белоконного и сказочный сюжет. Работа 12 месяцев приглашает в гости к братьям в заиндивелый русский лес. Однако рядом и лес, пронизанный пением птиц, и журчанием ручья, а также и молитвенной тишиной. Прошлое Белоконного – это и его собственное советское мальчишеское детство, пожалуй, счастливое, с неведомыми нынешней детворей интересами. Целых три месяца продлится выставка, но откладывать с визитом в музей не стоит. Ведь неизвестно, когда еще не стремящийся к показу художник решится выставиться вновь. Художник должен сидеть, тиши мастерской и творить. А иногда показывать. Однако и пользы выставки отрицать нет смысла. Во-первых, общение со зрителем. Во-вторых, в тесноте скромной мастерской, работу большого размера и оценить трудно. Мне даст этот толчок, чтобы я избежал… Я вижу сейчас очень много недостатков, ведь их увидишь только в таком большом зале. Потому что… Да, конечно. Я некоторые работы, я даже не видел с большого расстояния. Некоторые работы свои, я уже бы сейчас их не так сделал. В живописи мне много не нравится. Вот сама и техника, и я вижу, что немножко все такое, знаете, какое-то серое, не… Ну, есть, в общем, возможность двигаться вперед. Какой-то мне может в чистоте двинуться, я имею в цвете. Это ли не музыка для поклонников и друзей художника, а также многих, увидевших впервые работы Анатолия и удивившихся редкой ныне глубине и мастерством. Впрочем, ждать поисков новых направлений поклонникам не стоит. Художник заверил – реализму не изменю.